Мы поговорим о значении крови Христовой как жертвой, которая была пролита за нас, за наши грехи. И поговорим, какое действие эта кровь Христа имеет на нас сегодня. И еще очень важный момент. Это имеет действие только тогда, когда мы в это верим. Это действие может иметь и на тебя, только если ты веришь. И об этом сегодня мы с вами поговорим. Вкратце хочу напомнить о том, что мы говорили в прошлый раз, в первой части. Кто помнит, какое было первое значение крови Христовой, о которой мы говорили в прошлый раз? Смелее? Ну, я верю, вы знаете. Это было искупление. Искупление — это был первый пункт, о котором мы с вами говорили, о том, что кровь Христа, первое действие или значение, которое имеет в жизни каждого верующего человека, это она искупляет, имеет искупление. И мы с вами говорили о том, что значит искупление. Я приводил вам иллюстрацию одного мальчика, который был сирота, который жил в интернате, которого часто били, обижали. И однажды этот мальчик играл на определенной высоте, где-то они там были на здании, и он толкнул одну девочку. И эта девочка, она упала и сильно покалечилась. Этот мальчик знал, что его за это обязательно побьют, жестоко накажут. И плюс ему сказали еще, что тебе нужно будет платить за медицинские билы этой девочки. Но пришел один человек, который решил усыновить этого мальчика. И когда он сказал этому парню о том, что я тебя усыновляю, и о том, что все заплачено, все медицинские билы, все уже покрыто, вот это и есть пример, что такое искупление. Бог, в которого мы верим, Он послал своего Сына, который пришел и Своей жертвою кровью искупил нас, и заплатил уже за все билы, за все наши грехи, за все наше прошлое, за все, что мы должны были понести наказание. И как подтверждение этому в Писании, мы с вами читаем, Колоссянам 1 глава, с 12 по 14 стих, там написано так, «Мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Мы это все верующие, которые приняли, поверили, мы имеем искупление в крови Христовой и прощение грехов наших. А теперь мы с вами пойдем ко второй части, и второй пункт значения крови Христовой называется «Очищение». На основании Писания мы видим, что в крови Христовой мы имеем семь, семь таких вот действий, обетований. Мы с вами прошли только одно, и сейчас мы с вами пойдем по остальным пунктам. Итак, очищение. Что это такое? Удалить, избавить, снять, почистить, помыть, освободить кого-либо или от чего-либо. Это определение слова «очищать» или «что значит очищение». Кровь Христа, мы нею не только искуплены, не только прощены, но и очищены от наших грехов. Более того, эта кровь продолжает очищать нас и сегодня, если мы ходим во свете. Итак, читаем с вами местописание 1 Иоанна, 1 глава, 7 по 9 стих. Там написано, «Если же ходим во свете, подобно как Он, за большой буквы, во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит, очистит нас от всякой неправды». Итак, два важных, две важных мысли, которые мы можем излечь из этого местописания. Первое, это то, что написано здесь, что кровь Иисуса Христа нас очищает. Но там стоит «если». Итак, два «если», от которых мы сегодня с вами порассуждаем. Первое, доказательство того, что мы с вами ходим во свете, а значит, мы живем праведно или правильно, как праведники, написано одно условие. Мы имеем общение друг с другом. Хочу подчеркнуть, здесь имеется в виду общение не с Богом, а здесь имеется в виду общение между людьми. Если мы имеем общение с людьми, нормальное, хорошее, взаимоотношения, то тогда кровь Иисуса Христа очищает твои грехи и твои ошибки. Теперь, если мы прочитаем это наоборот, если мы не имеем общения с людьми, имеется в виду, конечно же, с некоторыми людьми, с теми, которых вы не смогли простить или даже не хотели, не желаете с ними общаться. Идет речь о людях, которых вы избегаете, идет речь о людях, которых вы не хотели бы видеть, не хотели бы слышать и не хотели бы с ними иметь ничего общего. Вот у вас есть какая-то горечь, которая в вашем сердце сидит, которая стоит барьером. Вот это слово «если». Если мы имеем общение друг с другом между людьми, тогда кровь Христа очищает. Здесь идет очень прямое повеление о том, что христиане должны прощать. Это «здесь нету ничего общего с вашими чувствами, я не чувствую, я не хочу». Это повеление, которое для нас дано от Господа. И перед тем, как сегодня мы будем участвовать в святыне, принимая причастие, очень важно напомнить всем нам, что нам необходимо отпустить, покрыть, простить и помнить о том, что Бог очень много простил тебе. Бог простил, наверное, тебе больше, чем ты думаешь прощать или не прощать другого человека. Итак, общение друг с другом, с людьми, не избегая людей, это одно из условий для того, чтобы кровь Христа очищала твои ошибки. Второе условие, о котором здесь написано, если, как вы думаете, какой самый, так можно сказать, или какой грех есть в жизни человека, которого кровь Христа не очищает. Какой есть грех, который мы делаем в жизни, которого кровь Христа не может очистить. Есть разные варианты непрощения, кто-то еще говорит, возможно, хула на Духа Святого, там так написано, но я вам скажу другую мысль. Грех, которого кровь Христа не может очистить, это единственный грех, это неисповеданный. Читайте вместе. Если исповедуем, единственный грех, который кровь Христа не очищает, это неисповеданный грех. По-другому непризнанный, непризнанный, не назван своим именем. Вы знаете, что мы верующие люди и разные люди иногда бывают, приходят и говорят, Господи, прости меня за все. Я хочу подметить, что в этом месте Писания написано о грехах во множественном числе. Грехи и в английском переводе, и в русском. Грехи много. И написано о исповедании. Я думаю, что вы знаете, когда человек приходит и просит прощения. Ну, прости меня, если я в чем виновен. Это один уровень. А другой уровень человек приходит и говорит, прости меня за то, что я был неправ в этом. За то, что я был неправ в этом. И за это прости. И еще и за это прости. Человек называет все своими именами. Говорит конкретно. Человек признает, человек ищет очищение в крови Христовой, и человек исповедует свой грех. Вот почему сегодня важно, друзья, даже всем нам понимать, что да, кровь Христа и сегодня очищает грехи, но общение с людьми, общение друг с другом должно быть налажено. Никого не надо избегать или пренебрегать. А второе условие – исповедуй свои ошибки. Называй их, признавай их, и тогда кровь Христа будет очищать и тебя. А мы все в этом очень сильно нуждаемся. Написано в Писании, Давид говорит, Псалом 65, 18 стих, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Английский перевод помогает нам понять по-другому, может быть, значение этого стиха. Там написано по-английски так, «If I had not confessed the sin», по-другому, «если бы я не исповедал свой грех, то Бог бы не услышал меня». Снова идет речь о исповедании, об отношениях, и сегодня это действует и в нашей жизни. И еще одно местописание, которого нету на экране, Псалом 31, написано, Давид говорит, что «Я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, я исповедую Господу преступления мои». Преступления во множественном числе. И там дальше написано, «И ты снял с меня вину греха моего». Друзья, сегодня, сколько мы бы не купались, какое мыло мы бы не пользовали, мы, люди, сегодня не способны омыть нашу совесть, наше сердце. Никакая медицинская терапия не поможет. Единственное, что даст тебе чистоту и легкость, это кровь Иисуса Христа, которая и сегодня очищает. Мы это принимаем верою, но есть и наша часть. Написано, если твоя ответственность, а Божья ответственность всегда остается верной. Расскажу вам историю из во время Второй мировой войны, когда были концлагеря, и немцы брали многих в плен, мучили, убивали, уничтожали людей большими массами. И однажды в этом концлагере был один немецкий офицер, который попросил одного еврея прийти к нему. Этот еврей, который понял, что его вызывают на разговор, он знал, что это обычно плохо, обычно это заканчивалось смертью. И вот его вызвали, но в этот раз что-то все было по-другому. Этот немецкий офицер, когда его завели в дом, в этот барак, который был отдельный, он лежал на кровати, весь обмотанный, перемотанный, в ранах, еле разговаривал, еле дышал, и он умирал. И он признался, что он умирает. Но он перед этим рассказал ему историю. Он сказал о том, что когда была война, мы уничтожали людей целыми селами, деревнями, сгоняли всех в эти сараи, в бараки и сжигали людей. Там были женщины, там были дети. И когда дети выбегали из этих горящих сараев, их расстреливали. Этот офицер немецкий сказал о том, что ему это снится. К нему приходят ночью демоны, которые его мучают. И он рассказывал, этот еврей слушал и думал, к чему это ты мне рассказываешь? У этого еврея уничтожили, убили всех его родственников, его семью, детей, жену, всех расстреляли. И тогда неожиданно этот немецкий офицер сказал, можешь ли ты меня простить? Конечно, еврей не ожидал такого заявления в концлагере. И этот мужчина подумал, подумал молча. Этот немецкий офицер умер на его глазах, он его не простил. И потом этот еврейский мужчина написал книгу, которая называется «Справедливо ли я поступил?». В этой книге он описывает события о том, что он поступил справедливо. Этот человек, он заслуживал даже большего наказания и кары за то, что он сделал с людьми. Этот немецкий офицер, он искал свободы в совести, искал прощения, искал какого-то очищения. Но этот человек, еврей, он потом понял и другую вещь, что есть закон справедливости, а есть и другой вариант милости, искупления, благодати, оправдания. И вот очищение, это то, о чем мы говорим с вами сейчас, и это есть в крови Христа. И этот офицер немецкий еще тогда, возможно, не знал, что то, чего он искал, свободы и очищения в своей совести, он не мог бы получить от человека. Это есть только в крови Христа. Сколько человек бы не пытался очистить свою совесть, представьте, человеку даже умереть было тяжело. Он искал прощения, искал оправдания. И сегодня мы с вами, друзья, должны понимать, что у нас сегодня на земле есть варианты, когда мы должны с людьми поступать справедливо. Это значит, они должны быть наказаны. За то, что сделал, за то, что натворил, ты должен нести наказание. А есть другой вариант. Я покрываю, я прощаю, я отпускаю, я хочу очищения и в своей жизни. Вот почему сегодня для нас важно понимать, что человеческий разум никогда не сможет логично доказать, что сила крови Христовой способна очистить сердце грешника. Это возможно лишь благодаря вере в кровь Христа Иисуса. Это очень тяжело объяснить на пальцах, как эта кровь Христа очищает. Попробуйте нарисовать эту картину. Ну объясните мне, как это она очищает. Как это? Кто-то что-то льет на голову, где эту кровь взять, какие там процессы происходят, сколько секунд это занимает. Вот логически, вот так вот человеческим разумом это нарисовать, объяснить невозможно. Это единственный факт веры, который решает эту проблему. Когда мы верим и принимаем, что эта кровь Христа была за меня пролита. Вот почему написано в Писании, 1 Коринфянам, простите, Деяния, 8 глава, 9 стиха, написано, что верою очистив сердца их, верою мы получаем очищение, благодаря пролитой крови Христовой. И дальше написано 1 Коринфянам 2,14, душевный человек, или в другом переводе написано, недуховный человек, он не может это принимать, он не может это понимать, то, что от Духа, потому что он почитает это безумием, не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно, или же принимать это верою. Вот почему для многих это очень тяжело проглотить, или же объяснить, но сегодня мы называемся людьми верующими. И в этом есть наша сила, в этом есть наша привилегия, в этом есть действие крови Христовой в твоей жизни, если ты в это веришь. Дальше мы поговорим с вами о еще одном значении крови Христовой, это оправдание. Это уже третье значение крови Христовой в жизни верующего. Что такое оправдание? Это значит признать кого-либо правым или невиновным. Это отмена приговора или наказания. Это оправдать, извинить или помиловать. Благодаря нашей вере в Иисуса Христа, в Его смерть за нас, и кровь, пролитую за нас, в Его воскресенье, Бог оправдывает нас. Римлянам 5.8 написано, «Но Бог своей любовью к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью, оправданы кровью, оправданы не своими делами». Мы не можем отработать наши ошибки. Мы не можем ничего сделать, уже за прошлое Его не изменишь. Но благодаря вере в кровь Христа Иисуса мы оправданы, и мы спасаемся от гнева Его. Итак, вся наша вот это чувство вины, которое было на прошлой неделе у тебя, которое, возможно, есть в твоем сердце сегодня, сейчас, чувство вины, которое мы иногда приходит благодаря Духу Святому, который обличает нас и говорит в наше сердце, в нашу совесть, «Ты здесь неправ, здесь тебе надо исправиться, и ты об этом точно знаешь, ты об этом знаешь». И дальше остается тебе принять решение и действовать. Вот почему сегодня оправдание. Человек всю жизнь оправдывает себя перед другими людьми и часто не может оправдаться. Вы замечали, что есть люди, которые оправдываются, всю жизнь оправдываются. И уже, возможно, события, о которых они говорят, они уже в прошлом, но они до сих пор оправдываются. События, о которых они рассказывают, уже прошло не неделя, не месяц, а уже год или больше. Они до сих пор оправдываются, оправдываются. И вы знаете, что я замечаю со стороны, сколько они бы не оправдывались, у всех людей, у разных, есть все равно другое мнение о них. Они пытаются оправдаться, пытаются оправдаться. Человек хочет, стремится оправдаться. И вот здесь вот можно напомнить всем нам, друзья, что не стоит тратить энергию сильно. И слова, и эмоции, и накаляться, оправдаться все равно не получится. Самое надежное оправдание сегодня, друзья, это кровь Христа Иисуса. Если она тебя оправдала, поверь, ты будешь спокоен. Вот тогда наступит первый день, заодно многие годы, когда ты расслабишься. А так ты все время ходишь с чувством, что тебе нужно каждому объяснить. И перед всеми объясниться, и перед всеми оправдаться. Расслабься, брат и сестра. Оправдывает тебя по-настоящему только кровь Христа Иисуса. Именно в этом есть сила. Вы знаете, в чем разница между, когда человек сам себя оправдывает, или когда Христос его оправдывает. Разница вот в чем. Бывает человек, особенно в каком-то конфликте или споре, или когда нужно что-то доказать, убедить, он начинает, он кричит, он орет, он теряет мир, теряет покой. Почему? Потому что он оправдывает свои действия, защищает себя, и при этом доказывает другому, что тот человек неправ. Но при этом он полностью потерял мир, на весь день потерял настроение, стал злым и недовольным, но в его глазах оправданным. Он проснется завтра, и как вы думаете, что ему нужно будет делать? Снова начинать сначала и снова оправдываться. Потому что оправдание начинается немножко по-другому. Мы принимаем оправдание, вот слов, как бы снаружи идет процесс оправдания, Бог же производит свою работу оправдания, наоборот, сердце изнутри, и потом уже, когда дело подходит кнаружи, к словам, то часто там уже и слов не надо. Там уже вместо слов иногда бывает золотое молчание. Редко, но бывает. Вот тогда уже оправдание в сердце действительно происходит. А когда Христос, друзья, оправдывает, когда мы проходим какие-то недопонимания или конфликты, то необязательно кричать или что-то доказывать. Можно вообще ничего не говорить. И хотя в глазах другого ты останешься, возможно, неправ, но внутри ты оправдан. Знаешь почему? Потому что в тебе есть полный мир. Настоящий. Полный мир и покой. Ты не накаляйся. Ты не оправдывайся. И ты не ищешь, кому еще рассказать свою историю, чтобы все знали правду. Потому что ты оправдан кровью Христа Иисуса. И тогда ты применяешь совсем другие методы, совсем другую тактику. Потому что ты вспоминаешь и понимаешь, что когда-то был, которого тоже обвиняли, тоже обвиняли, обвиняли Христа перед Пилатом. А Христос отвечал, молчал, молчал, снова молчал. Христос, ну оправдайся. Христос молчал, молчал. И в конце Пилат сказал, этот человек праведный. Как? Как он оправдался? Ни слова не сказав. Этот Пилат не был верующий и Библию не знал, и проповеди, которые мы слышим, не слышал. Оказывается, работает. Оказывается, молчание работает. Оказывается, молчание золото. И даже люди со стороны, не церковные, пусть они будут самые большие грешники, они видят, этот человек праведный, он прав. Но не потому, что он горло рвал и всем доказывал, а потому, что он понял, что оправдание настоящее, оно в другом. Не в моих словах, оно в крови Христа и Иисуса. Если ты, брат и сестра, поверишь сегодня в это, тебе станет жить легче. Легче станет жить, лучше станет спать, потому, что ты оправдан кровью Христа Иисуса. Поэтому принимай это верою и будь благословен в жизни твоей. Римлянам 3.23 написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру. Ключевые слова искупления, очищения, прощения в крови Христовой через веру. Друзья, этим хочется просто еще раз нас всех призвать. Не стоит сильно тратить энергию и время, чтобы кому-то что-то доказывать. Да будет во имя Христа Иисуса в вашей жизни свобода и полный мир и покой. Помните, что когда кровь Христа оправдывает, ты оправдан, тебе не нужно никому ничего доказывать. Да будет ваша жизнь благословенна. Если мы просим, то Бог нам отвечает и дает. Можно приводить много примеров, как это оправдание, о котором можно одно из значений и оправдание, это сделать тебя, как будто бы ты никогда не был виноват. Есть такие интересные дебаты, которые на эту тему приводят примеры женщину, например. Вы помните, что грех в мир пришел через женщину, грехопадение через Еву. И вот многие спорят по этому поводу, что вот ну как, ну как вот это она могла это сделать, если бы вообще она настолько виновата, эта женщина, что у нее просто нету шансов на прощение, как вообще это принять, понять, какая негодная женщина. И смотрите, что делает Бог. Женщина, которая первая согрешила, Ева, потом Бог берет именно женщину и через нее дает спасителя миру. маленькая иллюстрация, показывая просто совершенно другое измерение и взгляд Бога на вещи. Как Бог может настолько прощать и оправдывать, что ну нашей логике оно просто не поддается. Ну как это возможно? Ну как Бог оправдывает, прощает, дает шанс снова и снова показывая, я Бог тот, который прощаю, я Бог тот, который искупляю твою вину, я оправдываю, сильно оправдываю, только верь в кровь Христа Иисуса, верь в Сына Божьего, который за тебя. И сейчас ты возможно думаешь, да, как хорошо, как это все классно, как Бог много простил тому, 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 а теперь стоп, остановись и подумай, сколько Бог простил тебе. Сколько Бог простил именно тебе. Твои ошибки, мои ошибки. Тогда наши мысли должны немножко перейти в другое направление и понимать, что я оправдан, если исповедую, если имею общение, если верю в кровь Христа Иисуса. Помните беседу апостола Петра с Христом уменьшилась, не растворилась, в других переводах написано. Вы знаете, друзья, на основании этого стиха сегодня можно сказать, напомнить всем нам верующим о том, что наша вера иногда может угасать, иногда она может ослабевать. Вы помните, это тот Петр, который ходил по воде, единственный из двенадцати. Касалось, у него вера была на троих. Такая вера. Именно этот же Петр, потом вы знаете, который отрекся от Христа, куда делась эта вера? И мы видим, что эта вера была такими волнами. То вверх, то вниз, то есть, то как бы чуть-чуть. И мы видим, что на таких героях, апостолах, их вера колебалась. И заметьте, что не просто человек со стороны, а сам Господь говорит, я молился, чтобы твоя вера не оскудела, не угасла. И сегодня я хочу обратиться к тем, кого вера сегодня ослабела. Да, вы еще в церкви, да, вы еще здесь, да, вы еще продолжаете молиться о вашей проблеме, но вы знаете честно, что ваша вера, она ослабла. Возможно, вы никогда не задумывались о том, что об этом тоже можно молиться. Сам Господь об этом молился. И вы помните мужчину, который сказал Господи, верую, но помоги моему неверию. Помоги, я слабый. Друзья, не бойтесь признаваться. даже даже если вы уже давно верующий человек. Не бойтесь признаваться и говорить «Бог, Господь, помоги моему неверию. Я слаб, я слабый, я не совсем уже верю, я просто разбит, внутри я сломлен, я раздавлен. Господь, помоги моему неверию». Друзья, об этом можно обращаться честно к Господу. Это первый урок, который мы можем взять из этого места Писания. А второй урок тоже достаточно интересный. Почему Христос сказал «Петр, я молился о тебе, чтобы твоя вера не оскудела». Какой пункт значения крови Христовой, о котором мы говорим сейчас, напомните мне? Спасибо. Оправдание. Я не зря спросил этот вопрос, и теперь хочу чтобы вы увидели вместе в этом месте Писания что-то очень глубокое. Когда Христос сказал Петру эти слова, что он молится о том, чтобы его вера не оскудела, там был очень важный факт времени. Это было незадолго до того, как Петр предал Христа. отрекся от него, который клялся, что я за тебя и в огонь и воду жизнь положу. Но когда стало страшно, я не знаю этого человека. Представьте себе, что ваша жена по национальности еврейка. Помните эти времена? Еще есть живые свидетели, когда евреев убивали за что? За то, что он еврей и все. И представьте себе, что вышел такой закон, что если ты муж или жена этого еврея, то и твоих детей и тебя тоже убьют. И вот такой момент врасплох застал тебя. И ты сказал перед этими военными, я не знаю ее. это не моя жена. Ты при ней отрекся от нее. А потом сокращаем историю, слава Богу, все закончилось хорошо, как-то жену выпустили, ты приходишь к ней и признаешься в любви. Как вы думаете, сколько нужно этой женщине, чтобы тебя простить или чтобы оправдать. И первый вопрос к вам, мужчины, у вас хватит веры, что она вас после этого простит? И дальше возвращаемся к нашему примеру из Библии. Христос сказал, Петр, я молился тебе, чтобы твоя вера в мое оправдание не исчезла, чтобы ты поверил в силу моей крови, даже предателя дать тебя. Ты сам себя не можешь простить, но помни, кровь Христа оправдывает, так оправдывает, что ты сам не веришь, так оправдывает, что ты не можешь даже поверить в это. Вот почему, Петр, я молюсь, чтобы у тебя хватило веры, что кровь Христа настолько может оправдывать, что здесь логика не работает. И поэтому я хочу обратиться к вам, дорогие друзья, сегодня, кто возможно знает, что то, что он в жизни сделал, прощения нет, оправдания нет, ходу назад нет, сделанный аборт не вернешь, что вы уже сделали, уже не вернешь, прошлое ты не изменишь, но ты можешь изменить будущее, ты можешь изменить будущее, если ты принимаешь верою кровь Христа Иисуса, которая оправдывает, оправдывает и сегодня. Какое большое значение иметь для нас сегодня, друзья, кровь Христа Иисуса. Римлянам 4 глава написано предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В этом страдании, в этом воскресении, в пролитой крови Христовой есть оправдание наше. Поэтому, друзья, сегодня, перед тем, как мы будем молиться и приходить к этому служению причастия, я призываю всех вас сделать то, что зависит от нас. Помните, если исповедуешь грех, когда мы будем молиться, я вас приглашаю, называйте ваши грехи своими именами, перечисляйте их Богу, не бойтесь, исповедуешь, если исповедуешь, Бог очищает. И второе, помните, если имеем общение друг с другом, то кровь Христа очищает. Друзья, идите на общение, идите на сближение, покрывайте, прощайте, помните, что Бог много нам простил, и если у вас не хватает веры, что вас сегодня Бог может простить, вспоминайте Петра, вспоминайте предателя, и ставьте себя на его место, и помните, Бог ему дал шанс, Бог простил, Бог снова этот Петр, который потом отрекся, но понимая потом значение всей жертвы крови Христовой, потом этот же Петр положил жизнь за Христа, он не боялся потом умереть за Него, что произошло, вот это понимание, перемена, сознание, осознание, то, что Христос сделал для нас, вот эта величина и глубина прощения и оправдания просто перевернула этого Петра, он стал одним из самых активных, таких вот просто столпом церкви, апостол Петр, Который на кресте закончил свою жизнь как и Христос, вот то, что делает для нас понимание, значение крови Христовой. Братья и сестры, давайте мы поднимемся для молитвы. Я хочу вас призвать сейчас к необычной молитве, к очень искренной молитве, чтобы она была между тобой и Богом. Уже много было сказано, теперь осталось твое решение. И дальше действия крови Христовой, которую мы принимаем верою, которая влияет на нашу совесть, на наше сердце и полностью меняет нас внутри. И на лице будет видно, на лице будет видно, на устах будет слышно, настроение меняется, когда мы понимаем, что есть другие методы. Кровь Христа Иисуса действует и сегодня. Давайте будем молиться церковь.